Приветствую вас, мои дорогие! Я Дед Еремей. Знаете, а ведь до сих пор для многих является откровением, что источником значительной части распространенных крылатых выражений является Библия. Мы можем употреблять их чуть ли не каждый день, даже и не подозревая о их истории. И сегодня я поведаю вам об одном таком крылатом выражении, корни которого уходят в Ветхий Завет. Продать зачечевичную похлебку. Тысячи лет назад жил на земле один патриарх, и звали его Исаак. У него было два сына, близнеца, Исаав и Яков. Исаав родился на пару минут раньше Якова, А по закону первенец считался посвященным самому Богу. Исаав стал отличным охотником. И как-то раз, возвращаясь с промысла, он, уставший и голодный, зашел к младшему брату. А в это время Яков готовил чечевичную похлебку, аромат от которой разносился по всей округе. От этого Исаав еще больше захотел есть. «Накорми меня, брат!» – попросил Исаав. Яков не отказал ему, но предложил обмен. «Я накормлю тебя, только за это ты продашь право первородства». Исаав был так голоден, что, не задумываясь, сказал, «Вот я умираю! Что мне в этом первородстве?» Клятвою своею он подтвердил, что продал младшему брату первородство свое за чечевичную похлебку. Наевшись вдоволь, он отправился домой, даже не осознавая, что потерял Исаав вкусного обеда. Исаав поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Яков Исааву хлеба и кушанья из чечевицы. Ел он и пил, встал и пошел, и пренебрег Исаав первородство. Книга «Бытия», глава двадцать пятая, стихи тридцать третий, тридцать четвертый. А в наше время выражение «продать за чечевичную похлебку» означает поступиться чем-то важным ради мелкой выгоды. Вот такая вот история. А я прощаюсь с вами до новых встреч. Храни вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин